НН-Интервью Детский нейропсихолог знает, как созревает головной мозг ребенка И может объяснить любое поведение ребенка с точки зрения нейрофизиологии То есть не говорит абстрактными понятиями, что он такой особенный А мы говорим, работает такие-то зоны головного мозга, здесь не работают И мы можем объяснить любой этап развития ребенка именно с точки зрения физиологии То есть это такой не гуманитарный подход, а медицинский Вы ведете свой инстаграм-канал, и на ютуб появляются ваши ролики Проводите семинары Скажите, что сегодня вообще чаще всего волнует молодых современных мам И пап в том числе, они сейчас активно включаются в воспитание детей Ну все, конечно же, запрашивают интеллект Потому что сейчас гонка идет, кто вперед, кто выше, кто сильнее, кто умнее То есть как развить своего малыша, с чего начать, да? Да, но самый главный момент, что все забывают о том, что идеальное развитие Это несколько таких кидов базовых, да? И что если вы гонитесь за интеллектом, значит другие сферы будут очень сильно страдать И в совокупности мы не получим общие приятные картины, которые хотим увидеть А вопрос, который стоит на втором месте, что еще, кроме интеллекта? Ну, зависит от возраста ребенка, да? Там уже поведенческие проблемы В зависимости от компьютеров, истерики, да? Все стандартно То есть как убрать то, что мне, родители, не нравится, да? Как с этим побороться? А для вас, как вы считаете, самый болезненный вопрос? Вот какой? Был, есть, остается? Задержки развития, конечно же Дело в том, что, наверное, психологи работают с различными задержками Мы работаем с дефицитом внимания Мы работаем с гиперактивностью С расстройствами тревожного спектра Задержки речевого развития в том числе Вы же знаете, что это сплошь и рядом сейчас везде происходит И для нас больная тема та, что практически мамы, которые приходят Там 70% от искусственной задержки развития Которая сделана руками самих родителей Несмотря на то, что вокруг сейчас огромное количество детских центров На каждого ребенка огромное количество педагогов И разнообразных развивающих Но мы получаем совершенно другую картину Почему? Потому что за буквами, цифрами и ранним развитием Люди забыли самое главное Что до трех лет это главное движение Чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается Это межполушарные связи Это скорость обработки информации И главное это быт дома И раннее развитие не стоит денег совершенно Раннее развитие это когда ребенок чем-то целенаправленно занимается Открывает дверцы, пытается залезть на шкаф Свобода действия Маленькая такая познавательная функция Это не свобода действия, когда он просто бегает по детской площадке из угла в угол А когда он для чего-то бегает То есть у него есть в голове какой-то план Какая-то цель Вот мне надо открыть именно этот ящик Или разбросать вещи Вот это и есть Погреметь кастрюльками Да Вот вы семинары проводите ведь в разных городах нашей страны Чем отличаются? И отличаются ли вообще мамы и папы Например в Москве и в Зеленограде, не знаю Да, действительно Мы посетили за два года более 12 городов России У нас проект есть и социальный для педагогов И воспитателей детских садов прослушала 5,5 тысяч педагогов и воспитателей Вы имеете ввиду при поддержке Министерства образования Это очень радует, кстати, что воспитатели и педагогов не только высшие учебные заведения на практику гоняют Но еще и на такие семинары Вот, и мы сами способствуем этому Я хочу сказать разница колоссальная Между Москвой и Питером или Новосибирском Родители разные, подходы разные Кто-то более классически подходит к воспитанию Кто-то, например, берет все, что продается То есть где-то родители более думающие, где-то менее думающие Кто-то реагирует на вывески витрины Кто-то начинает копаться в информации И в этом вопросе, конечно же, разница просто колоссальная В итоге и по запросам Например, в Петербурге у нас больше всего тревожных детей Там более тревожные родители И, соответственно, дети приходят более с тревожным таким компонентом Если мы говорим там про УФУ Там больше задержек развития именно связано с интеллектуальной сферой Ну, то есть по-разному, все по-разному происходит Залы разные совершенно, вопросы разные Но что нам очень нравится, то, что к нам ходят папы То есть этот сегмент меня очень привлекает Потому что я делаю упор в воспитании всегда на отца, а не на мать Ну вот папы ходят, потому что это модно Или именно такая осознанность пришла? Они, когда приходят на авторскую встречу Первое, что они говорят, если через 20 минут она будет нести какую-то ерунду Я встану и уйду Потом этот папа заставляет прийти маму на семинар Или идет сам Потому что я, как нейропсихолог, я знаю разницу между мужчиной и женщиной Как работает мозг Я хочу сказать, что если бы сейчас мужчины не взяли на себя часть фильтра Того, что мамы читают в Инстаграме и в Интернете Мы бы, наверное, детей потеряли Потому что здравый рассудок, здравый смысл остался у того, кто приносит домой деньги Это отцы Я всегда говорила и буду говорить Я делаю большую ставку на сейчас воспитание именно на мужчин, а не на женщин Потому что женщины постоянно сидят в ленте Инстаграма Они смотрят на мам блогеров, не специалистов И действительно считают, что им нужно купить такую же игрушку Купить такую же вещь, отдать тот же центр развития Хотя она просто мама И от того, что у нее четверо детей И от этого, скажем так, грамотного позиционирования С точки зрения развития ребенка, как бы опыта не прибавилось Папа более с холодным рассудком подходит С логикой Как вы считаете, почему у современных родителей появилось столько вопросов? Сейчас какой вопрос не возникнет по мелочи? Как кормить? Чем кормить? Какой ложкой кормить? Сразу тут же мамы, может быть не все, но очень многие Лезут в те же соцсети и узнают, как правильно Единственный верный вариант стараются найти Почему? Раньше, мне кажется, такого не было Или я ошибаюсь? Ну, потому что я возвращаю опять-таки тем же самым отцам Вот представьте, женщина вышла на детскую площадку Представляете, какой стресс каждый день Мне кажется, сейчас каждая мама, кто слышит Я выходила на детские площадки, я не помню стресса Но там начинается, а мы уже сели на горшок А мы уже пошли на английский Соревновательный момент Начинается вот эта соревновательность И, понятное дело, все начинают искать, как лучше И плюс мы находимся в таком переломном моменте сейчас Когда мы получили свободу определенную Раньше был Советский Союз, мы все были одинаковые Сейчас все получают свободу и никто не знает, что будет дальше У нас же сейчас искусственный интеллект Входит, развивается по полной программе Понятно, что наши дети, они будут жить в другом обществе Не в таком, как мы Из-за того, что мы не знаем, что там будет Мы уходим в тревогу Что такое тревога? Это когда мы тревожимся, сами не зная чего Мы не знаем, что там... Мы хотим наших детей напичкать всеми возможными вариантами На все случаи жизни Может быть, это пригодится Да, может быть, это пригодится В современном мире сейчас часто такое На самом деле, все ясно, что там нужно будет Все понятно с точки зрения, куда вкладываться в ребенка Что ему надо дать Все достаточно примитивно и понятно Ну что это простое и понятное? Это те самые истины, которые, я не знаю, наши родители нам говорили? Или это еще про прабабушки? На что вот ориентироваться? Которые истины, новые истины Просто должны знать закономерности, которые входят в этот мир Новый, современный, да, с точки зрения тех же самых гаджетов И знать, как дать эти гаджеты так, чтобы не было зависимости И дать вовремя Потому что, если вы гаджеты не дадите до школы Ваш ребенок не отыграется Он, значит, заберет стереотипное поведение за гаджетами детей, которые в школе Вам это надо? Или научить его все-таки обращаться правильно гаджетами Он пойдет в школу и не будет, как все, на переменах смотреть, играть то, во что играют все То есть тот вопрос баланса всегда И надо в этом современном мире этот баланс найти И с точки зрения интеллекта, с точки зрения гаджетов, с точки зрения других вещей И понимать, что ребенку точно вредно А что, как бы, золотая середина для него Потому что то, что вредно... Но это вечный вопрос, поиск золотой середины Нет, он достаточно примитивный Надо просто понимать, как развивается головной мозг И все, знать ступеньки в каждом возрасте Они достаточно легко ложатся Об этом я езжу и рассказываю на семинарах В этом возрасте, в этом возрасте вот это То есть медкнижечку лучше почитать, а не книгу о психологии? Нет, у нас все очень примитивно, банально Все это доступным языком рассказывается То есть вы можете выступить в роли такой, в этой книге? Ну, собственно, я и выступаю Потому что задача, как бы, моя на данный момент Это немножко пригласить коммерцию детства Потому что детство – это коммерческий продукт Все заточено на то, чтобы родители покупали Причем покупают, как правило, то, что детям вредит У вас, как мамы уже таких достаточно взрослых детей Старшему около 13, да, вы за эфиром сказали У вас таких сомнений сейчас вообще не возникает? Вы нашли золотую середину? Да, я довольна тем, что получилось Вообще мы детей воспитываем до 7 лет Запомните, это родители раз навсегда Ребенок – это проект до 7 лет Все установки на жизнь, все жизненные сценарии Более того, на сценарии детские страхи и детская агрессия Взрослые понимают, что то, чем они являются Это их детство до 3 лет Все глубинные установки, да И потом мы пожинаем плоды, да Своих трудов и подростковый возраст Когда говорят, вот он связался с какой-то компанией Это на самом деле то, что было до 7 лет Все вот эти установки, они выплывают И я хочу сказать, что я не знаю, что будет дальше Но на данный момент, уже в 7-летнем возрасте Я получила то, что я хотела Я вас с этим прям поздравляю Потому что я думаю, многие об этом мечтают И хотят, особенно те, у кого сейчас еще маленькие детки И не хотят этого добиться Вы своей площадкой для работы выбрали соцсети Почему? Это вот сейчас единственный верный И самый быстрый способ добраться Да, люди больше не смотрят по сторонам Они не видят афиши Они не видят главную информацию Даже когда они сидят в соцсетях Они в постах не видят главную суть Как бы информационного посыла Дело в том, что сейчас эра фастфуда Информационного такого фастфуда Они вышли в интернет И да, к сожалению Я не люблю соцсети Выхожу туда на 15 минут каждый день Но я это делаю, потому что это единственная ниточка Которая связывает между собой много городов Большое, скажем так, население Но самый главный момент Мы выходим в Европу сейчас Это тоже немаловажно То есть мои семинары первые Которые уедут в Европу На Германию, Францию и Лондон То есть это немаловажный момент И они друг с другом общаются Смотрят контент И, соответственно, делают выводы Ну вот таких коротких сообщений Все-таки хватает? Или это как раз просто цепляет, чтобы идти дальше? Я человек очень рациональный Я не люблю тратить время впустую У меня либо с пользой, либо никак То есть даже дело в том, что у меня Очень узкая целевая аудитория Я знаю, для кого я вещаю Для кого я работаю И поэтому у нас действительно Очень хорошо отфильтрованная целевая аудитория К нам приходят родители Которые работают Которые стоят в пробках Которые водят детей в детские сады Которые приходят домой Ей надо приготовить ужин Ей надо постирать И чувство вины просто огромное Потому что все занимаются с детьми А я уставшая И времени у меня нет И надо что-то ребенку купить из игрушек Денег нет Потому что априори денег нет Никогда И ты думаешь И что? Я теперь что? Я плохая мать? Или там тебе еще общество будет есть А, вы ходите в детский сад? Значит, ты рожала ребенка для детского сада? Нет Вот у меня как раз-таки Очень четко Я четко позиционирую Как сделать детство ребенка счастливым Как не надорваться И как понимать Что хорошо, что плохо То есть выступаю определенным фильтром И ко мне идут люди думающие То есть не важно Какой у вас достаток Если вы хотите четкости Это ко мне Если вам нужно Про добро, зло в этом мире Про свободу личности Это вот к другим Да, людям У меня все четко, конкретно И доступно Ну я так понимаю Вот и этим И цены семинары? Да Дело в том, что за 4 часа информации Я даю максимальный Такой наплыв Что человек выходит просто С перезагрузкой Главное, он понимает Я не буду говорить Ну не теряется он за эти 4 часа В этой информации? Я, наверное, психолог Я знаю, как давать информацию Чтобы вы запомнили Поэтому вебинаров нет Нет вебинаров Я летаю в каждый год Нужен контакт, да? Дело в том, что наш мозг Обрабатывает информацию по-разному И вебинары, они не дают вот этой результативности И я хочу сказать Что я не буду говорить Делай вот так Потому что психология так сказала Я скажу причины Ты сделаешь так Потому что вот это, вот это И когда мама выходит И какие-то параллельные ситуации возникают Она говорит Она уже вспоминает Ага, у него сейчас вот это Значит я сделаю вот так Вот это будет правильно То есть все понимают Причинно-следственную связь Но самое главное Я действительно даю пошаговое руководство Ребенок лежит в истерике Вот он вышел на улицу Лег в лужу Что делать? Ребенок вас не слышит Вы 10 раз как попугайка В 5 лет зовете его кушать Что делать? Ребенок сказал Я не буду делать уроки Или пришел и сказал Мама, я буду блогером И школа мне не нужна вообще Вот И вот на все эти вопросы Есть конкретные ответы Не мифические какие-то С точки зрения Ну давайте вспомним Что было у вашего ребенка Что было у вас в детстве Вот еще Ну я думаю, это тоже, конечно, важно Но здесь в нашем современном мире Нужны быстрые ответы Я так понимаю В Нижнем вы еще семинаров не проводили Но они будут Да Вам достался очень хороший организатор Который собирает огромные залы в Петербурге Это моя Елена Она организует здесь семинары Со 2 по 4 марта И как всегда Да, семинары у меня не дешевые Но первый семинар всегда социальный Что это такое? Это доступная совершенно сумма Любой может прийти Семинар будет идти 2 часа Это авторская встреча Где мы будем разбирать Развитие ребенка От рождения до 12 лет Где я буду рассказывать Прямо блоками Секции спорт-игрушки Что вредно Что полезно Почему именно так То есть люди Даже те Которые не имеют финансовых возможностей Будут иметь представление О том Что для ребенка Будет полезно Что вредно Спасибо вам большое За советы За приглашения Ждем вас в марте Спасибо Я напомню Что в студии ННРадио Была Валентина Паевская Известный практикующий Детский нейропсихолог Прямо сейчас